Сегодня я покажу основные функции программы RealVisor, которая используется в наших устройствах. Это программа, которая позволяет превратить ваш Android телефон в систему безопасности. И также самое главное достоинство, что оперативно вы получаете информацию через интернет, видите, в живую камеру, а также информация поступает в ваш телеграм. Ну вот такие настройки. Первый, детектор движения. Довольно умный, потому что ложное срабатывание минимально. Онлайн доступ по сети через Wi-Fi или через интернет. Вот ставите галочку. Личный аккаунт. Это та информация, которая уникальна для каждого гаджета. Ее нужно завести при обращении к этому устройству на наш сайт 24realvisor.net. Ну вот настройки телеграма для связывания этого андроидного устройства с мессенджером телеграм. Как привязать телеграм, здесь все подробно указано. Как только движение возникает, сразу идет снимок на телеграм. Вот. Яндекс.Диск или Гугл.Диск можно поставить галочку, и тогда картинка будет копироваться на ваш Яндекс.Диск. Как только сработает движение, или в режиме постоянной записи, все будет записываться на облачный диск. Вот. И одно из преимуществ, то, что работает система в фоновом режиме. То есть ее можно подключить... Ну, например, USB-камеру я подключу. Может использоваться своя камера, внутренняя андроида, или USB-камера. Вот я USB-камеру подключаю. Видите, сразу же картинка появилась. Все это пишется... Детектор движения, видите, сработал. Вот. Я сейчас переведу в режим... Работу в фоновом режиме. Можно даже выключить телефон полностью, то есть затемнить. А изображение с камеры будет записываться и отсылаться на облачный диск, в Telegram, Messenger, как я показал. То есть это полностью рабочая система. Если USB-камера не устраивает, можете подключить обычную камеру. У нас продаются такие вот устройства, которые позволяют... Нет, это очень для маленьких. Все же это 6 дюймов. Смартфон довольно большой. В общем, крепится сюда ваш телефончик и ставится вот так вот на стол. Вот так он где-нибудь будет. И камера будет показывать, куда надо. Или просто вы вручную ориентируете ваш смартфон так, чтобы он направился туда, куда надо. Ну, вот что... А, и вот еще такая настройка, как выбор роли телефона. То, что я показал, это с камерой. А можно еще ваш телефон использовать как зритель. То есть вы можете через интернет, через браузер смотреть. Тут вы видите свой логин. Вот учетная запись, которую я вам показывал. Которая уникальна для каждого андроидного телефона. Вот, или через телеграм. Как настраивать телеграм. Подробно рассказано вот здесь вот. Вот. И в телеграм приходят картинки живые, когда сработал детектор движения в системе наблюдения. Ну, вот вроде бы все. Все, спасибо большое.